Всем добрый вечер! Сегодня у нас с вами плановый эфир. На прошлой неделе, к сожалению, ввиду занятости нашего адвокатского корпуса прямого эфира не было, поэтому на те вопросы, которые возникли на прошлой неделе, я отвечу сегодня. Итак, вопросы, которые были адресованы нам на прошлой неделе, касаются покупки недвижимости у факторинговых компаний. И, соответственно, это тема сегодняшнего прямого эфира. Почему вообще возникли подобного рода вопросы? Для кого не секрет, что многие люди, которые брали какие-либо кредиты, либо юридические лица, которые брали кредиты у банков в определенный момент времени в связи с нестабильностью курса доллара, не смогли с этими кредитами, скажем так, совладать и по этим кредитам расплатиться. Соответственно, они стали должниками банков. И, как мы уже говорили с вами на одном из прямых эфиров, многие банки передают права требования по кредитам вместе с правами требования по залоговому имуществу, так называемым факторинговым компаниям или коллекторским компаниям. Наиболее известными из них являются, например, компании Кикерет. Итак, отчего же возникают подобного рода вопросы? Дело в том, что когда факторинговая компания начинает работать с должником, то первое, что она им предлагает, это расплатиться подолгу. Обычно предлагается какая-то скидка в размере от 10 до 30%. И когда факторинговая компания понимает, что должник уже расплатиться не может, либо не желает расплачиваться, ситуации бывают совершенно разные, то в основном факторинговые компании оформляют за собой право собственности на недвижимое имущество и, соответственно, грубо говоря, выставляют его на продажу. И вот те лица, которые хотят купить подобного рода недвижимое имущество, которое является, скажем так, привлекательным для покупателя, ввиду того, что, безусловно, оно дешевле того недвижимого имущества, которое есть на рынке, могут столкнуться с определенными проблемами. Итак, вот давайте об этих проблемах и сетвис на вопросах, которые нам прислали сегодня и поговорим. Итак, если вы собрались купить недвижимое имущество у факторинговой компании, чем это чревато и, в общем-то, с какими вопросами вы можете столкнуться и какие вопросы возникают в большинстве случаев? Первый вопрос, который нам прислали, звучит следующим образом. Является ли договор ипотеки подтверждением того, что факторинговая компания собственник недвижимости? Ответ нет, не является. Что вам необходимо понимать? Вам необходимо понимать, что сама по себе ипотека является одним из способов обеспечения и исполнения обязательств. Соответственно, если перед вами лежит договор ипотеки, если перед вами сидит сотрудник факторинговой компании и со ссылкой на этот договор утверждает, что факторинговая компания является собственником недвижимого имущества, вам необходимо понимать, что это не так. Причем, как бы здесь необходимо отметить следующее, что существует ипотека-держатель и существует ипотека-датель. Так вот, ипотека-датель это как раз собственник этого недвижимого имущества. А ипотека-держатель это то лицо, которому с целью обеспечения исполнения определенных обязательств передано в ипотеку то или иное недвижимое имущество. Итак, вам необходимо понимать, что собственник не равно ипотека-держатель. То есть, если факторинговая компания вам утверждает и говорит о том, что они единовременно являются и собственником недвижимого имущества, и ипотека-держателем этого недвижимого имущества, вам необходимо понимать, что подобного рода формулировка ничего общего с законом не имеет. При этом необходимо отметить, что, безусловно, в случае, если в самом договоре ипотеки существует определенная оговорка, то либо банк, либо факторинговая компания, которой переданы права требования по и кредитному договору, и переданы права по ипотечному договору, безусловно, имеет право оформить за собой право собственности на недвижимое имущество, которое находится в ипотеке. Здесь я могла бы порекомендовать вам, безусловно, обратитесь к единому реестру прав собственности на недвижимое имущество, и посмотрите, действительно ли за факторинговой компанией оформлено право собственности на то или иное недвижимое имущество. Также советую обратить внимание на то, на основании чего это право оформлено, эта информация также будет содержаться в реестре. Здесь же в реестре вы сможете посмотреть, существуют ли какие-то обременения в виде ареста на это недвижимое имущество, потому что если это недвижимое имущество обременено арестом, то, соответственно, оформить за собой право собственности вы не сможете, в случае, если приобретете его у факторинговой компании. Второй вопрос звучит следующим образом. С какими проблемами можно столкнуться, если покупаете недвижимость у факторинговой компании? Ну, первое, что вам необходимо понимать, что кроме факторинговой компании и вас, лица, которые желают приобрести это имущество, существуют еще и должны. О чем я, в общем-то, говорю. Вам нужно понимать, что у вас может сложиться впечатление, что взаимоотношения складываются только между вами и факторинговой компанией, что участников двое. Но на самом деле это не так. Давайте с вами приведем какой-то пример, который был бы всем понятен. Например, есть лицо, которое является должником банка. Например, на сумму 20 тысяч долларов или 30 тысяч долларов. Изначально в обеспечении исполнения обязательств по кредитному договору это лицо передает в ипотеку, например, в свою однокомнатную квартиру. В определенный момент времени, когда должник перестает платить банку, банк уступает права требования и по кредитному договору, и по договору ипотеке. Это оформляется так называемым факторинговым договором, факторинговой компанией. То есть смотрите, есть изначальный собственник имущества, должник банка, есть банк, второе лицо и есть факторинговая компания. И все эти три лица находятся, скажем так, в определенной правовой связи, каждый между собой. То есть должник изначально с банком, далее банк взаимодействует с факторинговой компанией. И, соответственно, факторинговая компания уже имеет право требования и по кредитному договору, и по ипотечному договору относительно должника. Так вот, когда вы собираетесь приобретать какое-то недвижимое имущество у факторинговой компании, вам нужно не забывать о существовании вот этого вот пресловутого должника. И даже если факторинговая компания оформила за собой право собственности на недвижимое имущество, и таким образом она считает, что долг этого лица погашен, это не значит, что у этого первоначального собственника и должника исчезли, скажем так, права или не было нарушено его право, например, собственности на это недвижимое имущество. По итогу может оказаться так, что вы приобретаете у факторинговой компании, которая оформила за собой право собственности на недвижимое имущество, это недвижимое имущество, а в конечном итоге оказывается, что должник и первоначальный, скажем так, собственник этого недвижимого имущества уже два года судится с этой факторинговой компанией, существует два или три рисковых производства, и, соответственно, вам необходимо понимать, что рано или поздно требования этого должника, заявленные им в рамках гражданского, например, судопроизводства, могут быть удовлетворены. И в таком случае, как бы, скажем так, уже спокойно пользоваться тем недвижимым имуществом, которое вы приобрели, у вас не получится. Поэтому первая проблема, вам необходимо понимать, что всегда существует еще и третья сторона. Это вот этот вот так называемый изначальный должник или собственник недвижимого имущества. Как вы можете проверить информацию относительно недвижимого имущества в момент, когда вы заключаете сделку с факторинговой компанией? Здесь существуют совершенно простые и доступные всем способы. Вы можете обратиться к единому реестру судебных решений и посмотреть, существуют ли какие-то исковые производства между факторинговой компанией и должником, между банком и должником. Для того, чтобы вы понимали для себя, на что вы, грубо говоря, идете. Проблема номер два, с которой вы можете столкнуться. Дело в том, что может оказаться так, что в этом недвижимом имуществе зарегистрированы, опять же, малолетние или несовершеннолетние дети. И либо там проживают какие-либо лица. Соответственно, вы столкнетесь с необходимостью выселения. И сделать это вы сможете, даже с учетом того, что вы будете являться собственником недвижимого имущества, только через суд. Поэтому проблема номер два, с которой вы можете столкнуться, это те лица, которые зарегистрированы и проживают в этом объекте недвижимого имущества. Следующая проблема, с которой вы можете столкнуться. Может случиться так, что это недвижимое имущество находится в аренде. Дело в том, что при смене собственника все права и обязанности переходят к новому собственнику. Соответственно, если подписан какой-либо договор аренды, то вам необходимо понимать, что к вам, как к новому собственнику, перейдут все права и обязанности по договору аренды. Какая там сумма аренды, безусловно, вы можете этого не знать. Может оказаться так, что, например, в договоре указано, что в счет оплаты за аренду этого недвижимого имущества, например, платятся только коммунальные услуги. Бывают и такие случаи. Поэтому вам необходимо понимать, что вы можете столкнуться, опять же, с риском того, что это недвижимое имущество находится в аренде. Приведу вам один пример из, так сказать, практики, чтобы вы понимали, как это может выглядеть. Определенное время назад мне у факторинговой компании, но с торгов предприятия Ситам было продано некое недвижимое имущество в виде квартиры. И лицо, которое покупало эту квартиру, безусловно, было уверено в том, что, в общем-то, не существует никаких прав третьих лиц на это недвижимое имущество. Но когда новый счастливый собственник пожелал, в общем-то, зайти в тот объект, который ему уже принадлежал, оказалось, что этот объект находится в аренде у адвоката. Более того, оказалось, что этот объект зарегистрирован как официальное рабочее место адвоката. То есть, соответственно, в этой квартире адвокат в соответствии с реестром осуществлял свою деятельность. И, безусловно, о том, что было продано это имущество, он не знал. Соответственно, возник, скажем так, некий спор и некий спорный момент, потому что зайти на этот объект для нового собственника не представлялось возможным, ввиду того, что там хранились документы, которые являются предметом адвокатской тайны. И это начало вызывать определенного рода сложности. Безусловно, подобного рода ситуация возникла ввиду недобросовестного поведения и самого Ситама, и, безусловно, недобросовестного поведения государственного исполнителя, который, в общем-то, знал, что этот объект передан в аренду адвокату, и что он является официальным местом, зарегистрированным официальным местом работы адвоката. И здесь, как бы, тоже необходимо отметить, что если мы с вами обратимся исключительно к норме закона, то сам по себе Ситам, в общем-то, никакой ответственности не несет, а ответственность будет нести государственный исполнитель. Поэтому вот те основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, если вы покупаете недвижимое имущество у факторинговых компаний или у так называемых коллекторских компаний. Что здесь можно было бы рекомендовать? То есть, был вопрос, какой вот вариант самый лучший. Ну, безусловно, самый лучший вариант, он будет трехсторонним. То есть, перед тем, как покупать недвижимое имущество у факторинговой или у так называемой коллекторской компании, идеально было бы, безусловно, встретиться с самим первоначальным собственником или так называемым должником и с представителем факторинговой компании и обсудить все эти вопросы в трене. Это был бы, безусловно, самый идеальный вариант. Потому что, опять же, повторюсь, если вы не будете понимать, как обстоят дела с первоначальным собственником, вы можете столкнуться с многочисленными судебными исками и производствами, которые будут отвлекать ваше внимание. Безусловно, скажем так, радости от приобретения с большой скидкой и новой квартиры у вас со временем немного поубавится. Что здесь еще можно было бы сказать? Во многих случаях те должники и изначальные собственники, которые владели вот этим вот недвижимым имуществом, они, в общем-то, даже и не против его продажи, но они против того, чтобы в случае продажи, скажем так, они не получили вообще никаких денег. Поэтому самым идеальным вариантом, безусловно, это была бы некая сделка, в которой бы участвовали три стороны, при которой вы покупаете недвижимое имущество у факторинговой компании, при этом какие-то деньги еще получает сам должник. При подобного рода взаимоотношениях, безусловно, вы исключите как бы множество судебных исков и множество производств, которыми вы сможете толкнуться в будущем. На этом, в общем-то, у нас все вопросы, которые поступили, есть ли еще? Ну, я думаю, что сегодня вопросов не будет. Сегодня многие празднуют Пасху, поэтому те, кто празднует из-за праздника, я вас с ним поздравляю. Вот, а, в общем-то, мы с вами встретимся на следующей неделе, и тему прямого эфира мы сообщим дополнительно. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к теме прямого эфира, то, пожалуйста, присылайте их на нашу страницу в Фейсбуке. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok